Дорогие студенты, приветствую вас на третьей лекции по кумическому движению. В прошлой лекции мы затрагивали тему брожений, движений, которые зародились в лоне протестантских церквей, которые на себе ощутили более всего это фрагментирование церковного тела, разделение. Поэтому они более всего были чувствительны к тому, чтобы наладить сотрудничество между церквями для того, чтобы вместе свидетельствовать миру о Христе и служить Ему. Сегодня мы уже подходим ближе к 20-му столетию, к 20-му веку. И сейчас мы будем говорить о движениях, которые непосредственно помогли организации Всемирного Совета Церквей, о котором мы уже немножко знаем, немножко о нем уже говорили. Сегодня тема будет исключительно посвящена ему, то есть Всемирному Совету Церквей. Возвращаемся мы немножко дальше в 19-й век, когда климат в кумическом движении творили отдельные фигуры и движения возрождения. Мы говорили, что общим понятием это называется Great Revivals — большое возрождение в лоне протестантизма. Самая главная заслуга этих движений заключается в том, что они, наподобие того, как это было в первом тысячелегии христианства, они во главу угла поставили единство, а не свои конфессиональные или доктринальные отличия. Они говорили об общей принадлежности всех христиан ко Христу, они под влиянием этого движения ставили акцент на таких вещах, как миссии, евангелизация мира и диакония, или, иными словами, служение этому миру. Именно в такой атмосфере родился Евангельский Всемирный Альянс. Как мы уже говорили в прошлой лекции, эти низовые такие движения за объединение, как по-английски оно звучит from grassroots, они дали толчок для того, чтобы конфессии на мировом уровне объединились внутриконфессионально. И это дало начало таким организациям, как Всемирный Евангельский Конгресс, Всемирный Англиканский Конгресс и так далее, и так далее. И вот в Лондоне в 1846 году зарождается Евангельский Всемирный Альянс, это Всемирная конференция, на которой были представители от 52 церквей и сообществ. В основном это были из Соединенных Штатов и Западной Европы. И основной целью этого Альянса было зазначено, что он не является движением за создание единства между церквями. Он признает, что единство церкви никогда не было разрушено, что оно продолжает существовать. И я процитирую. «Поскольку мы соединены в правде, поэтому, по мере возможности, стараемся это проявить наиболее видимым способом. Мы стремимся внести в это дело свой вклад и указать другим, что живая и продолжительная связь объединяет всех правдиво верующих в общине Церкви Иисуса Христа, которая есть Его Тело». Альянс был создан как международное добровольное общество отдельных христиан, а не церквей. И в десяти пунктах они сформировали совместное доктринальное кредо, которое не было новым исполнением до неверно, но составляло основу для этого сотрудничества. Они обозначили те пункты, которые у церквей являются общими. Среди них это авторитет Священного Писания, единство Бога Пресвятой Троицы, человеческая грешность, воплощение Сына Божьего, оправдание веры, бессмертие души, воскресение тел, спасение праведных и осуждение грешных и так далее. Еще одна важная вещь была начата, дала инициативу, которая получила свое продолжение в истории христианства, в истории коммунического движения. Это инициатива учреждения недели молитв о единстве христиан. Как известно, эта традиция продолжается в современном христианстве, и от 18 по 25 января существует традиция проводить неделю молитв о единстве между христианами. Она заключается в том, что в каком-то городе, в какой-то местности христианы разных конфессий объединяются, идут каждый день к какой-то другой конфессии. Какая-то конфессия принимает христиан у себя. Она принимает их у себя, проводится икуническая молитва, и для проповеди, как правило, приглашается представитель какой-то другой конфессии, не той, которая принимает. Плюс к тому, каждый год эти молитвы за единство между христианами имеют свою тему. Тему эту утверждается Всемирным Советом Церквей в сотрудничестве с Европейским Советом Церквей. Под влиянием этих объединительных процессов были образованы следующие такие межконфессиональные организации. С самого начала в их задачи не входило межконфессиональное сотрудничество, но поскольку они являлись надконфессиональными такими образованиями, она так по неволе стала одним из основных элементов их деятельности. Мы говорим об юношеской христианской ассоциации. По-английски это звучит как Young Men Christian Association. Потом такая же организация, только для молодых женщин, христианский союз молодых женщин, Young Women Christian Association и Всемирный союз христианских студентов. Сначала о юношеской христианской ассоциации. Она была создана в 1855 году, и целью этого движения была направлять молодых мужчин ко Христу через преображение их семейного, общественной жизни в свете Евангелия. Догматическая основа, на самом деле, для этого движения была очень короткая. Общая вера в Иисуса Христа, Бога и Спасителя. Как мы знаем, это период, когда женщины всего мира начали борьбу за равные права, за равные достоинства с мужчинами. Поэтому была организована такая специфическая структура для женщин. Христианская ассоциация молодых женщин. Ихняя деятельность проходила параллельно с мужской. Ихняя основная деятельность сосредотачивается на наполнении религиозным духом различных аспектов жизни молодых девушек и женщин. Что интересно, их догматическая основа, на которой они строили свою деятельность, была немножко шире, чем у организации молодых мужчин. Она основывалась на, принято было в 14-м году, основывалась на вере в Бога Отца, как Творца и Иисуса Христа, Единородного Сына, как Господа и Спасителя, и в Святого Духа, как объявителя правды и источник силы, который освобождает к жизни и служению согласно Священному Писанию. Интересным является то, что это вероисповедание было близким к раннехристианским вероисповеданиям. Это было сделано специально для того, чтобы вовлечь в сферу деятельности этой организации также и православных, и католиков. Еще одна организация, которая была рождена под вдохновением этих процессов, это была Всемирная Федерация Христианских Студентов. В конце 19 века она родилась. И по инициативе ее генерального секретаря Джона Мотта, в 1985 году представители христианских студенческих движений встретили из города Ватстена, это в Швеции, и основали Всемирный Союз Христианских Студентов. Целью этого союза было следующее. Таким образом направлять студентов, чтобы они стали учениками Иисуса Христа, как единственного Спасителя и Господа. И уже в уставе было предписано межконфессиональное сотрудничество, что стало первым прецедентом, когда в уставе был прописан уже этот элемент экумической деятельности. Основной целью деятельности этой организации было свидетельство принадлежности и признание веры в Иисуса Христа. И с другой стороны, это становление соучастниками миссионерской деятельности христианства. Эти три организации, о которых мы говорили, это организации молодых мужчин, молодых женщин, это союз христианских студентов. На самом деле в своем лоне родили таких лидеров, которые потом дали толчок к организации Всемирного Совета Церквей и таким образом дали направление всему экумическому движению, которое мы имеем сегодня. Если мы начинаем говорить о Всемирном Совете Церквей, мы должны знать, что его образовали такие три основных течения. Эти три течения сформировались снизу, в зависимости от того, какой акцент ставился в деятельности этой организации. Первое направление сосредотачивало свою деятельность на вопросах различия веры между конфессиями, на проведении диалога для того, чтобы преодолеть эти различия в вероучении. Второе направление, оно оставляло вопросы веры немножко в стороне, а сосредотачивало свою основную деятельность на совместном служении миру. Его основной кредо доктрина разделяет, служение объединяет. И третье направление, которое дало толчок для организации Всемирного Совета Церквей, это миссионерские движения. Как мы знаем, это время характеризуется тем, что протестантские динаминации рассылают своих миссионеров очень активно по всему миру. И как раз благодаря этой очень активной всемирной миссионерской деятельности христиане ощутили потребность в том, что они должны объединяться, как-то координировать свою деятельность. Таким началом, толчком для зарождения этих трех движений стало одно событие, которое произошло в 1910 году в Эдинбурге, Шотландии. Это конференция миссионерских протестантских обществ. Там были заслушаны доклады как миссионеров, так и тех новообращенных христиан. И один из них запомнился всему коммуническому движению своей речью. Это был представитель Китая доктор Ханг. Он сказал, вы прислали нам миссионеров, которые позволили познать нам Иисуса Христа, и за это мы вам благодарны. Но вы прислали нам также и ваши отличия и разделения. Они проповедуют нам методизм, другие лютеранства, конгрендационализм или епискополизм. Мы требуем, чтобы вы нам проповедовали Евангелие, позволяя Иисусу Христу из лона наших народов через деятельность Святого Духа возродить церковь, которая будет соответствовать его требованиям, которая была бы церковью Христа в Японии, церковью Христа в Китае, церковью Христа в Индии, свободной от всех измам, которыми вы окружили проповедь Евангелия среди нас. И из этого события, как мы уже говорили, родились три таких независимых движения. Сначала независимых. Первый — это Международный миссионерский совет, во главе которого стали Джон Мотт и Джозеф Олган. Мы должны вспоминать их имена, потому что они стали такими пионерами, которые, как говорилось, пустили корабль экуменизма в плавание. На первую свою конференцию Международный миссионерский совет собрался в 1921 году в Соединенных Штатах Америки, в Lake Mahong. И как главную цель своей деятельности он обозначил общее свидетельство Евангелия, инкультурации, поддержка молодых церквей. Второе движение, которое мы уже вспоминали, звучит как «Вера и церковный правопорядок». По-английски звучит это просто как «faith and order», но оно подразумевает, что говорится о церковном устройстве, о церковном правопорядке. Его деятельность заключалась в проведении доктринальных конференций, на которых христианские общины со всего мира, которые признают, что Господь, значит, Иисус Христос, здесь Бог и Спаситель, говорили бы о вопросах веры, о вопросах Церкви Христовой, о вопросах святых таинств. И особенно эту деятельность поддержала протестантская епископальная церковь, потому что вопросы единства Церкви в вопросах веры были ей особенно близки. В Нью-Йорке в 1913 году состоялась первая всемирная конференция этого движения. Потом ее деятельность была прервана Первой мировой войной. И первая встреча после мировой войны состоялась только в 1920 году в Женеве, в Швейцарии. Во встрече этой уже принимали участие представители всех крупных церквей и церковных сообществ около 70 церквей из 40 стран, кроме католической церкви. Православные церкви уже тогда послали своих делегатов на это событие. И первая мировая конференция движения «Вера и церковный правопорядок» состоялась уже в 1927 году в Лозанне, Швейцария. И здесь уже были представители 108 церквей, и работали они над следующими темами. «Призыв к единству», «Евангелие является посланием церкви миру», «Суд церкви», «Соместное исповедание веры церкви», «Святые таинства», «Единство христианства» и отношение церквей к нему. Опыт церквей на самом деле после всех этих событий был впечатляющим, потому что, собравшись вместе на такие конференции, рушились многие мифы, стереотипы, предубеждения. Христиане знакомились одни с другими, и это дало такую основу для продолжения деятельности. Они ощутили потребность в том, чтобы нужно организовать какой-то всемирный орган, который бы координировал их деятельность. Который бы послужил такой площадкой для диалога, таким форумом для церквей. Вторая всемирная конференция «Движение веры и церковного правопорядка» состоялась уже в Эдинбурге в 1937 году. Там уже собрались представители 122 христианских церквей, и темы, над которыми они работали, были следующими. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, Церковь Христа и Слово Божие, Церковь Христа, Духовное служение и Таинство, Единство Церкви в жизни и Богопочитание». И результатом этой конференции был совместно принятый документ под названием «Свидетельство единства в послушании Господу Иисусу Христу». Третье движение, о котором мы уже вспоминали, оно по-английски звучит как «Life and Work» или «Жизнь и деятельность». Одним из его вдохновителей был лютеранский архиепископ Упсал в Швеции Натан Содеблюм. Он призвал церкви к практическому сотрудничеству в делах мира и решении социальных вопросов. Он предложил создать вот этот Всемирный совет церквей, который бы от имени христианства давал ответы на разные вызовы. И практическим воплощением этих его идей стала как раз организация движения «Жизнь и деятельность». В 1925 году в Стокгольме состоялась первая мировая конференция движения «Жизнь и деятельность». И во время этой конференции звучал призыв «Учение делит, но служение объединяет». Но для того, чтобы сделать из него свое мод, то нужно было его переформатировать в позитивном смысле. И оно получило следующее звучание. В практических делах мы должны так сотрудничать, как будто мы уже достигли единства в вопросах веры. Конференция рассмотрела отношение церкви к экономическим, моральным проблемам, проблемам христианского воспитания и сотрудничества между церквями. Вторая Всемирная конференция движения «Жизнь и деятельность» прошла в Оксфорде в июле 1937 года. Это было время, когда зарождалось в Германии нацистское движение, в Италии фашистское движение. И в противовес этим движениям решение, основная тема этой конференции была церковь, народ и государство. И с этой конференцией был связан лозунг «Пусть церковь остается церковью». Для того, чтобы противопоставить себя вовлечению церкви в эти политические движения. В 1938 году состоялись конференции отдельные этих двух движений «Жизнь и деятельность» и «Вера и церковный правопорядок». Было принято решение объединять эти два движения в одну организацию «Всемирный свет церквей». Они взяли на самом деле пример из политической организации, которая в то время называлась «Лига наций», которая впоследствии была уже переименована в «Организацию объединенных наций». И решили провести первую такую объединительную конференцию в 1942 году. Но, как мы знаем, вмешалась Вторая мировая война, и организация первой конференции уже была перенесена аж на 1948 год.